Привет, друзья и подруги подпольной правды. В первую очередь, конечно, подруги. Никакого 8 марта сегодня нет, день обычный, скоромный, просто как-то мало вас, подруг. На 3db.games.tv.ru самая добрая передача Рунета «Подпольная правда», а я вам сегодня буду рассказывать простые, незатейливые такие житейские истории о подключении к Матрице. Синяя, так себе, ни в голове, ни в жопе, а вот красная, чистый термояд. Всем многочисленным друзьям и немногочисленным подругам «Подпольная правда» хорошо известно, что у меня дома интернета нет. И вот как-то вечером, месяца полтора тому назад, звонят мне домой. Я поднимаю трубку, говорю, а он мне говорит, что мы вот из Акады хотим вас подключить к интернету. Вы не против? Я так думаю, в принципе, а чего вы не против? Нет, не против. И говорит, ну, говорю, например, завтра и приходить. А это была суббота. Ну, в общем, на выходные они должны были прийти. Они говорят, нет, мы работаем только по будням. Я говорю, какое совпадение? Я тоже работаю по будням. Они говорят, и до 6 часов вечера. Так что вы уж выберите, пожалуйста, какой-то день, время, чтобы мы пришли, вас и подключили. Я говорю, я тоже работаю до 6, как минимум, вечер. Они говорят, ну, может, родственники, друзья, знакомые, в конце концов. Ну, в общем, они начинают мне говорить, говорить, мы там что-то бодаемся, в конце концов. Они говорят, ладно, мы вам позвоним на следующей неделе. На следующей неделе мне никто не звонит, но я памятую об этом. У меня выдалась там парочка работа свободных дней, я им сам позвонил. Я говорю, это четверг, пятница у меня свободный, приходите, подключайтесь. Они говорят, хорошо, мы вам в среду позвоним, договоримся точно. Позвонили мне в пятницу, когда уже подключать было, собственно говоря, нечего. После этого мне не звонили недели полторы, потом снова звонят, говорят, что мы все-таки уже придем, наконец-то. Потом мне звонит этот кабельщик. Я говорю, хорошо, приходите, я специально уйду с работы пораньше в пятницу и буду дома в три. Они говорят, нет, 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 у нас в пятницу короткий день. В пятницу мы не можем. Уже восемь вечера, мой рабочий день закончен. Меня нет. То есть вы меня видите, но меня нет, стало быть, я вас не слышу. Вы меня поняли? И, в общем, вот такая бодяга продолжалась месяца полтора. В принципе, я бы не стал об этом вообще рассказывать. Но буквально вот на этих праздниках единство непонятного, кого из чем, в воскресенье, перед этим в пятницу я проработал 14 часов на расшифровке. Потом в субботу я проработал 14 часов без перерыва. Приезжаю по пробкам домой, естественно, я уже хочу только спать. Я отключаю звук у мобильного телефона, ложусь спать. В 9 утра на городской, домашней, мне звонят из этой самой Акады. Я в полдремень поднимаю трубку, начинаю что-то говорить. Он говорит, что это Акады. Я говорю, вы случайно не опупели мне звонить в выходной день в 9 утра? Он говорит, у нас время хорошее появилось, мы вас все-таки подключим. Я говорю, мне вообще наплевать, какое у вас время, дайте мне поспать. Это первый рабочий, первый выходной у меня после работы. Я кладу трубку. Через буквально проходит полторы минуты, мне звонят снова. Та же самая женщина и говорит, что мы, вы поймите, у нас время хорошее. Я говорю, вы что, издеваетесь? Он говорит, да. Ну не суки, а? Суки. Ты извини, я же не думал. А что тут думать, у них вся семейка такая. После этого я уже на повышенных тонах начинаю с ними объясняться. Я говорю, что если вы не перестанете мне звонить, то я, конечно, уже проснулся. Но я просто об этом расскажу потом нескольким тысячам телезрителей для того, чтобы к вам уже никто не подключился. Ну, по крайней мере, те, кто посмотрит. Проходит еще полторы минуты. Мне снова звонят и говорят, что, может быть, вы что-то не поняли. Но у нас время есть хорошее. После этого я послал их к чертовой матери, о чем ни секунды не жалеть. После этого я решил выяснить, а как вообще с Акадой обстоят дела. Выяснил по соседям, что платить нужно ежемесячно какую-то там плату, около тысячи рублей. При этом интернет в месяц работает от силы недели две. Например, человек звонит в пятницу для того, чтобы, вы знаете, у меня интернет сломался. Ему там говорят, ну хорошо, мы в следующую пятницу придем. Он говорит, как так, а у меня недели интернета не будет, вы что? Он говорит, нет, а мы раньше не можем. В принципе, я их, конечно, понимаю. Деньги уже уплачены, поэтому можем, не можем, какая разница. Тут можно вообще не приходить. Ну, вот так обстоят дела. И, может быть, даже после этого бы я не стал ни о чем рассказывать. Но такая же точная история приключилась у руководителя нашего портала GamesTV Дмитрия Бакановича. Который точно так же полтора месяца назад дал согласие, как и я, на подключение к интернету в Акаде. Но он глупость сделал, он еще и деньги заплатил. Он заплатил деньги, после этого он благополучно названивает два раза в неделю для того, чтобы узнать, куда эти деньги ушли. Вопрос сакраментальный. А деньги где? Ну, я их истратил? Не понял. Куда ты их истратил? Уж они, естественно, в Акадо там обогащение какое-то. Но никто даже пальцем не пошевелил для того, чтобы подключить его к интернету. Он звонит на один телефон, все фамилии у нас есть, если что-то кому-то интересно, в самой Акаде, может быть, начальству, как у них подчиненная работа. Так вот, он звонит, его посылают по другому телефону, он звонит по другому номеру. И вот тут отфутболивают третьему. На третьем номере ему женщина говорит, если у вас вопросов нет, я буду вынужден отключиться. Он говорит, как нет вопросов, у меня два вопроса. Куда ушли мои деньги и когда меня подключат к интернету? Где мой героин? Какой, сука, героин? Чего вам вообще от меня нах... После этого в трубке раздаются короткие гудки. И Дима начинает звонить по новой. В общем, это даже не смешно. Потому что деньги-то уже уплачены. Лично я, компанию Акадо, могу со своей стороны только поблагодарить. Потому что мне, в принципе, дома интернет не уперся. В конце концов, если уж мне будет очень нужно, я выйду в интернет с телефона. Дома он мне не нужен. Если мне нужно что-то посмотреть, то дорогой прапор скачает мне то, что надо, сой.ру, как принято говорить. А дома я это посмотрю безо всяких интернетов. Но, если вдруг вам нужна другая благодарность, за подключение все-таки интернета, а не отключение от него, то советую обратиться к какому-нибудь другому провайдеру. Ну и когда вас все-таки кто-нибудь подключит, то вы пишите на правду, как всегда собака, gamesdefiz.tv.ru И до следующего четверга. Передачу уже почти было закончили, но тут подал еще одну идею оператора. Мне даже в голову не пришло. Ведь когда звонишь в эту самую Акаду, у тебя обычно говорят, что все операторы сейчас заняты, подождите. Уже не наш оператор, другие там у них операторы плохие, у нас хорошие. Так вот, говорят, что все операторы заняты, подождите минут 40. Мне только сейчас в голову пришло, что у нас же оказывается городская телефонная сеть предполагает поминутную оплату. И вы еще посмотрите, какие телефонные счета к вам в конце концов придут, пока там операторы с чем-то заняты. Чем они заняты? Ума не приложим. Вот теперь точно все.